Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, стал гостем сестренки шоу на радио Ви-Би-Си. Автоблогер в эфире рассказал, что встречу со столицей Дальнего Востока он и его команда запомнят надолго. Его впечатлили не только мосты, но и погода, а еще состояние дорог. Значит, это трэш. Я плачу налоги. Если я плачу налоги в Российской Федерации, и я имею право на своем автомобиле, за который я тоже плачу, я плачу за бензин, я плачу за налог, за роскошь и так далее, я имею право на хорошую дорогу. Я считаю, что все люди, которые живут в Владивостоке, не должны объезжать эти, простите за выражение, сраные ямы. Они не должны бояться этих вонючих люков открытых. Сделайте так, чтобы здесь стыдно не было. Вот если бы я жил во Владивостоке, вот мне бы было стыдно, я вам честно говорю, стыдно за то, что происходит в городе, стыдно за эти ямы, стыдно за эти открытые люки. Мы в каком веке живем? Мы что, в деревне находимся? Кроме дорог, автоблогер был поражен и морепродуктами. Например, трепанга Эрик попробовал впервые. К слову, по совету экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева. Напомним, что когда-то Давидыч и градоначальник Приморской столицы вместе сидели в московском сезон номер один, известном в народе как Кремлевский Централ. После освобождения Давидыч даже пришел поддержать в суде Игоря Пушкарева. После эфира блогер поделился своим мнением относительно уголовного дела экс-главы Владивостока. Оно беспредельное. Оно не жесткое, оно беспредельное. Его просто взяли и посадили. По беспределу. Я его знаю как человека. Вот как человек, он просто лучший. Это мой друг. Мне не просто досадно. Мне прям наблюдать за тем, что с ним делают. Это позор. Понимаете? Ну, позор. Ну, это же смешно. Но люди тоже не дураки. Люди читают, люди видят, люди слушают эти заседания. Люди все это наблюдают. Закон не работает. Суды не работают. Все делается так, как хотят. Добавим, 29 августа Мосгорсуду предстоит рассмотреть апелляцию адвокатов Пушкарева и определить, что же именно совершил экс-мэр, если в его действиях состав преступления. И если да, то по каким статьям он может быть квалифицирован. В эфире радио ВИБИСИ Эрик Давидович поддержал Игоря Пушкарева. Он необычный человек. Его пытаются сделать и выставить бандитами. Но знаете, такая фраза есть. Они не видят, что это. Это человек, который этот город любит. Он для него как родной ребенок. Мы встречали вместе Новый год. Мы были вдвоем, смотрели на телевизор, шопались. И говорим, дружище, когда-нибудь вся гадость закончится. Мы с тобой обязательно встретимся во Владе. Выпьем ленишку, обнимемся. Все будет хорошо. Напомним, в столице Приморья Эрик и его команда не случайно. Автоблогер приехал в город у моря в рамках автопробега Москва-Владивосток, который стартовал 1 августа. Смотра РАН-2019 это многолетняя благотворительная акция. В этот раз участники проехали 11 тысяч километров и посетили массу населенных пунктов, в которых устраивали праздник для воспитанников детского дома. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.